ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 это сказал винокур говорят не имея 100 рублей а говорят имеет 100 друзей а мне нужен один дружище который даст мне тысячу в общем пока плачу со своего кармана деньги собраны а вот сделано уже 30 фильмов все по-честному эти 60 чуть больше закончились говорю так не обязательно нет вот все равно останавливаться не буду оплачивать тогда буду сам да и как оплачивать первые 250 фильмов качественно сделаны с многочисленными фотографиями учебными мне обошлись 250 фильмов 250 тысяч рублей это исторический факт что это делается на ваших глазах а сейчас я продолжаю продолжаю но уже фильмы попроще подешевле 200 рублей а если с картинками то 250 вот так теперь зачем мы здесь вот смотрите вот это если видеть что здесь есть небольшое углубление здесь была яма полтора на полтора на полтора она заполнялась вот или два я уже не помню вот и вот это чудо мой большинский абрикос он никогда не производил пищение гиганта летом смотришь шапка падает вот видите вот он красавица это уникальное дерево одно на всей сибири об этом мне сказал доскобилов у которого досье на сотни садоводов и на тысячи вот таких вот деревьев уникальная коллекция на пенсии похоже больше никому не надо вот это тоже труд да еще какой вот это супруг если вот это дерево но он патриарх то назовем ее супругой хотя у них понятно взаимное опыление это сеяниц амур амур но из семечка то есть кости значит сеяниц он чуть вкуснее чуть крупнее и с него было собрано додокументировано фотографии фильма сделаны соседская девочка собрала с него 15 ведер и в тот момент можно было сравнить урожай его его а а здесь было примерно в тридцать раза больше но если я скажу что было минимум 50 ведер меня пошли то скажете ооо брали но что было то было вот это задокументировано 15 ведер довольно небольшого дерева а урожай был по густоте одинаковый ну считайте умножаем на 3 на 4 а там как хотите вот почему это говорю вот еще раз говорю я из-за этого здесь вот яма и вот вторая яма вот это более свежая она еще может быть я закопал всего три года или четыре назад как закопал она потом все равно просила да вот но вы видели я показывал фильмах ничего не скрываю она кормить должна кормить вот эти деревья вот это уже может быть даже и абрикос кормит не знаю далековато а вот это уже моя черешня черешня настоящая сто процентно ведь вот это висит от птиц отпугивает правда ни черта не отпугивает вот она внимание она настоящая живая она весной если не бьет заморозком то зацветет вот это яма скоро будет работать а вот эта яма работает уже лет 15 и вот она когда у меня есть фотографии 12-летней давности сейчас помню 2007 год о нет 15-летней давности там на этом дереве одна вот эта ветка вот это вот на ней висела но по прикидкам ведер 10 а целиком я оценил ведер 30 20 собрали приезжали как раз ко мне свидетели у меня очень авторитетно представьте себе приезжает головина ирина владимировна главный редактор нашей крупнейшей газеты позиента сибирская костоярская сибирская газета и вот у меня есть фотография где девочка ее и моя племянница вот здесь собирали плоды то есть все по-честному видно огромный урожай огромный нет небольшой вот и теперь у меня кажется что могу ошибаться что вот из-за этой ямы вот это кладезь то есть это бытовые отходы что из-за нее у него дерева была вторая молодость потому что 15 лет назад 30 ведер потом пошло настижение 2 ведра 3 ведра 8 ведер 9 ведер 89 253 и наконец всего лишь три года назад вот это дерево дало невиданный урожай и мне надо было конечно а где я возьму эту комиссию и одновременно удалось собирать не удавалось и получилось что чисто визуально 50 ведер если даже на десяток ошибся все равно феномен вот примерно такая история случилась то я продолжаю тему этих самых этих самых ям это очень важно сейчас во всей стране и в мире происходит страшная вещь уничтожение плодородия земли и это без всяких шуток это страшно это глупо это преступление но его никто не осознает при том что огромная часть даже у нас россии которая стремится высотки вышить высотка все равно все нет это когда-то все большинство имеют дачи еще миллионы живут частных домах с присадными участками и везде я советы одно и то же у меня второй феномен вот первый феномен вон он еще раз я от него отошел вон он манчжурец и вот его супруг вот эта сладкая парочка да вот у меня ямы везде абсолютно везде вот вот здесь у меня яма была вот я их всегда старался где-то ближе к забору вот здесь ладно и вот что интересно самый феноменальный случай произошел вот здесь у меня есть фотографии я постараюсь найти подумаешь лишний полтинник девочки заплачу за лишнюю работу вот в этом месте у меня густо-густо растет трава над ямой но не найду не обижайтесь просто верьте мне это не трепать и вот здесь случилось следующее итак мы имеем вот эту вот грушу она называется сварок вот это вот так уже кажется небольшая да кстати обратите внимание еще раз я лектор я учитель меня так называют меня ждем учителя поздравлять посмотрите как надо отрезать отсохшие ветки внимание вот никаких обрезок на кольцо вот эти я их уже называю не как сейчас скажу вероника вероника не буду фамилию пусть назовем вероника вот кому надо поймет призывает отрезать на кольцо не понимая что калечат губят деревья вот так надо отрезать вот так вот это останется останется пробкой понимаете вот это да это святое просто кто-то когда-то сказал на кольцо зарастет во вот у меня перчатки вот я показываю вот как она зарастет это не вам это им вероникам ну вот поняли но я отплёкся я не могу иначе кстати о здесь рядышком растет вот он чернослив последний из трех деревьев то что присылал черный шов 30 лет назад насколько оно избита она фактически уничтожено и что вы думаете живое и опять засветет вот а уже приросты вот смотрите я не могу сергей устрел сокрановщиком это трагедия для садоводства для нашей семьи для садоводства целом вот уже просто какие но живая а он видите настоящий просто вон они какие вот это все должно служить науке 30 лет и не замерзла привита конечно привита на то ли красно-синий то ли красно-желтую китайку посмотрите что сделалось деревом посмотрите что на нем нет живого места видели видели и вот она живая 30 лет вот еще и по несколько ягодок дает представляете эх друзья какое богатство я уже потерял несколько сортов я вам рассказывал страшную историю страшно нет она не с 1 обидно когда вот здесь вот вот видите вот это пень вот спилена кто смотрит регулярно меня в прошлом году мой друг спирил этот как его он же лесоруб вот филил на нем были скелетные прививки плоды были на скелетных прививках 60 до 100 грамм приезжает олигарх тогда они это много-много лет назад допустим 25 лет назад тогда поездили ко мне генералы прокуроры судей садили друг друга но все-таки они выращивали деревья из строили дома здесь сибири это сейчас они все на боли а тогда здесь были и они не чурались даже мне помогали выкапывать и вот такой приехал вот на улице машина за пять миллионов сто тысяч я спросил сколько стоит вот кошелек шофера я уже раз рассказывал но не могу остановиться и тогда он мне сказал значит валерий конституции вы преступник он меня приговорил почему вот потому что на этом дереве висела три прививки скелетные и на каждой были огромные плоды скелетные прививки небольшие пол метра вот когда он сказал что с ними будет дальше какая судьба я сказал зимой они все замерзут потому что они слишком роскошные их надо срезать черенки переносить на другие два-три поколения а его это будете делать говорю нет не буду я работаю на заводе у меня нет ни сил ни времени у меня нервированный рабочий день вот и все равно он показал на меня пальцами сказал вы преступник это только потому что я сказал что они погибнут они погибли вот это было первое поколение роскоши и из трех лет стартовая выжила стартовая 2 погибли еще более роскошно вот это страшная вещь когда берешься за собой заменить несколько институтов и заменяешь но все равно глазах предпринимателя который полный карман денег я выглядел преступником не он а я обидно поэтому я рассказываю а вот это вот я начал с того что это сварок она зимой кажется небольшим а летом она кажется огромным а вот это его нарядная фимова которая должна его опылять взаимно и где-то уникроны сомкнулись урожая но если 20 ведер это был неудачный год сейчас правда у них начать